Заявление посольства Болгарии сегодня было по информагентствам распространено. Болгария впервые начинает оформлять гражданам России шенгенские визы. Начинают оформлять они с 1 апреля. Но поскольку новость сегодня вышла, это не шутка. Болгария, которая вчера буквально отправила металлолом в виде БТРов на помощь Украине, сейчас заявляет, мы ждем вас, дорогие россияне, приходите, оформляйте шенген. Да что же принципиальные люди? Да, но правда есть некие ограничения на въезд в Болгарию и на поездки в Румынию и на Кипр. Но на Кипр, я думаю, может быть найдутся желающие. Но так или иначе, принципиальная Болгария, которая кричит, что давайте помогать киевскому режиму, тут вот, что называется, недругом вдруг начнет раздавать шенген. Странная история. Не, но эта история такая, она называется «Деньги кончаются». Деньги кончаются, а этот самый большой американский дядюшка, который обещал всех озолотить, года два назад он говорил, все отдавайте, все Украине, вообще все отдавайте, все нормально, я закрою все ваши проблемы, он вообще ничего не дает. Он даже украинке ничего не дает, не то что этим, этим вообще он ничего не дает, он наоборот требует от них. Потому что, на самом деле, по требованию Америки, вот эти все страны сейчас принуждаются к тому, чтобы повысить свои военные расходы, ну и, в частности, свой вклад в блок НАТО. И так денег нету, а с них требуют все отправить на Украину раз, и повысить свои расходы военные в рамках блока НАТО-2. А на горизонте только обещания, обещания, все будет нормально, так сказать. Лучшие времена, опять же, скоро настанут. Лучшее будущее для Украины уже наступило. Как Нуланд говорил, Украине нужно лучшее будущее. Вот уже лучшее будущее и организовали. Сейчас, так сказать, лучшее даже и не придумаешь. Я не знаю, что может быть еще лучше того, что сейчас там происходит. И в Болгаре та же тема. Денег не дают, все это самое вытягивают из страны. А что делать, а где брать? Ну, придется, значит, опять этим гадким русским, которые нас спасли когда-то от турок, вот гадким русским этим придется продавать эти визы и ждать их, чтобы они приехали и оставили свои бабки на своих там этих, на наших этих златых пясцах, так сказать, и так далее. Золотые пески там эти. Солнеча в бряк попили. Солнеча в бряк, да, и все остальное. Ну, это елки-маталки, так сказать. Ну, что же делать-то, да? Опять дядька американский кинул, да? Опять придется вот это. Без русских денег никуда. Точно-таки, как, кстати говоря, сейчас все приграничено в Финляндии, приграничье, банкротится на глазах, вот в том числе, о чем там Путин в интервью Киселеву говорил, да? Ну, потому что денег нету, денег нету, так сказать. Эти деньги шли и от русских в значительной степени. Но меня, конечно, поражает, еще раз говорю, мне поражает вот эта невероятная принципиальность этих людей. Ну, прям такие принципиальные, как бы, друзья Украины и такие принципиальные борцы за демократию, что вот, ну, вот, просто вот это самое. Ну, казалось бы, ну, если вы действительно, у вас есть принципы, вот, ну, скажите, нет, и все. Ну, есть у нас деньги, будем голодать, значит. Но они же отказались, болгары, от российского газа. Да, ради Украины будем голодать, вот, ну, надо так и сказать, вот мы, вот, как бы, у вас такие убеждения, а у нас вот такие, так сказать, да, мы враги, вот, и это самое, вот, мы, и мы не отступим ни на это самое, ни на, ни один метр, как бы, да, вот будем голодать, вот, лишь бы Украина победила. Но нет, нет, понимаете, вовсе они не такие принципиальные, и вообще они не такие, за кого себя выдают. Вот, вся эта Европа и вся эта Америка со всеми своими, так сказать, вот этими, значит, этими иллюстрациями, картинками и рекламными буклетами. Реклама рекламой, как бы, да, жизнь жизнью. Вот, вот и все. Да, например, в конце концов, там можно говорить, ну, это болгары, знаете, болгары, так сказать, во-первых, славяне, во-вторых, православные, опять же, в-третьих, так сказать, вообще бывшая, как бы, восточная Европа, там, под советским каблуком, что называется. Но, извините, а вы не в курсе, например, что эта самая Европа в разы, значит, вдруг увеличила эти самые закупки газа и нефти у Индии, которых у Индии нету? А что же это за газик такой, и что же это за нефть такая? Это российская нефть и российский газ, и прекрасно они это знают. И прекрасно они в этой своей Европе это все знают. Они знают, что они покупают это, то, что они покупают российскую нефть и российский газ, да, в обход. Но в итоге эти деньги все равно приходят в Россию. Вот все равно приходят и все. Все они прекрасно знают, так сказать. Да, с одной стороны, вот этот вот спектакль, вот, а с другой стороны, вот, спектакль и игра в принципиальность, а с другой стороны, как бы, да, реальная жизнь. Вот и все. Продолжение следует...